приветствую вас уважаемые дамы и господа на горизонте показался бостон даунтаун бостон я еду бостон столица нашего штата массачусетса сейчас мы будем проезжать через туннель туннель который соединяет из бостон где мы находимся сейчас даунтаун бостоном туннель проходит под водой поэтому первое впечатление у меня было немножко 20 лет тому назад когда мы приехали и мы ехали вот с аэропорта мы находимся на уровне аэропорта и когда нас везли сказали что мы находимся в туннеле под водой было не очень такое приятное ощущение но в течение 20 лет я много сотен раз ездил через этот туннель и уже привык хочу рассказать немножко о том что вот сейчас будет туннель этот туннель платный поэтому мы платим за туннель раньше мы платили стояли в очередях на этих столах было все вручную сейчас это все автоматизировано и у многих из нас вот видите с левой стороны стоят те кто вручную у меня есть специальное устройство электронное которое считывает деньги я могу ехать уже в туннель я заплатил уже за туннель сейчас мы спускаемся и туннель проходит под водой хочу рассказать вам немножко о том что американцы те кто работают и могут позволить себе оплатить квартиру рент квартиры аренд квартиры в америке достаточно дорогой возьмем для примера семью из трех человек муж женой и ребенок значит должно быть по закону обязательно две спальни а значит две спальни и living room то есть гостевая комната такая квартира в среднем стоит от 1300 до 1500 долларов поэтому люди стараются те кто могут оплатить это старается ехать все таки подальше от центра бостона почему потому что центр бостона это шум это загазованность ночные клубы рестораны и так далее люди которые работают должны отдыхать после работы поэтому все стараются уехать чуть дальше от бостона вокруг бостона есть много прекрасных городков в одном из них живу я это город сейлэм это город который известен на всю америку когда-то там были ведьмы их там сожгли ну в общем целая история это исторический городок небольшой и поэтому все стараются жить немножко дальше от центра города кто живет в центре города люди которые инвалиды ветераны которые не могут работать государство помогает субсидиями то есть дает субсидиальные квартиры и человек платит за квартиру приблизительно где-то 220-240 долларов государство заботится о людях старшего поколения также и о детях это отлично когда государство заботится о своих людях тех которые не могут не в состоянии сами заработать поэтому это очень здорово и я горжусь страной в которой я живу и естественно мы всегда говорим God Америка это абсолютная правда потому что когда мы приехали с маленьким ребенком то естественно первые пару месяцев государство нам помогало пока мы учили язык пока остановились на ноги вот в принципе такой небольшой экскурс сейчас мы выезжаем из туннеля и попадаем в Бостон это мы уже находимся в Бостоне сейчас секундочку я вам покажу кусочек Бостона такой небольшой экскурс я буду делать небольшие экскурсы такие вот на кого это будет интересовать пожалуйста задавайте вопросы на моем канале ютуба вы сможете задать интересующие вас вопросы и я буду делать такие небольшие видео и рассказывать вам о жизни в Америке мы находимся на Старо Драйв называется Старо Драйв это скоростная дорога которая соединяет так сказать Бостон соединяет с другими небольшими городками можно проехать было и по городу много очень светофоров а я их не люблю поэтому стараюсь ездить вот такими дорогами где было бы намного быстрее и меньше светофоров с правой стороны Чарльз Ривер известная очень река которая впадает в океан это центр города центр города вот мы едем едем к этой скоростной дороге скоро и вы увидите немножко кусочек маленький такую экскурсию чуть-чуть небольшую видите скоростные дороги дороги очень хорошие в Америке в основном поэтому хочу сказать нельзя сравнить их с теми дорогами которые на Украине мы приехали с Украины и тогда 20 лет тому назад были плохие дороги и сейчас судя по видео которые в интернете дороги стали не лучше а еще хуже поэтому я любуюсь дорогами мы платим дорожный налог как и везде всегда и зато мы знаем что за дорогами следят и прекрасные дороги поэтому не разбиваются наши машины резина и просто получаешь удовольствие от езды по таким дорогам на этом я заканчиваю вот такой коротенький коротенькое видео свое и будем продолжать кому нравится пожалуйста ставьте лайки под видео если есть вопросы пожалуйста задавайте и будем будем общаться всех вам благ желаю всего вам хорошего сегодня крисмас большой праздник Америки один из самых больших праздников Америки Рождество Христово и поэтому так мало сейчас на дорогах машин потому что люди празднуют люди собираются в семьях отмечают этот большой великолепный праздник и поэтому так легко ехать сейчас по дорогам в основном будние дни да и выходные дни здесь всегда трафики большие очень тяжело проехать поэтому нам повезло вот сегодня с такими дорогами приехали в Бостон всех вам благ всего хорошего до новых встреч из встречи пожелание отныши отныши Продолжение следует...